Добрый вечер! В эфире Вести Магнитогорск. В студии Иван Погорелов. Коротко о главных новостях на сегодня. Снег тает и появляется из-под него не только асфальт. Немало сугробов в городе на поверку оказываются оставленными автомобилями. С брошенными автомобилями законно пытаются бороться дорожные службы и госавтоинспекция. Любителям зимней рыбалки пора закрывать сезон. Безопасным лед остается только у берега, да и это рыбацкое счастье продлится недолго. Толщина льда здесь в заливе реки Урал около метра, а лед здесь как слоеный пирог, этим он и опасен. Количество четвероногих без определенного места жительства растет. Зоозащитники напоминают, если решили завести питомца, не обязательно его покупать. Как уменьшить количество бездомных животных магнитогорских, сегодня обсуждали в общественно-политическом центре. Трактор и экскаватор, пневмомолот, несколько грузовиков и пожарных машин. Даже дрон подняли в небо. Все это атрибуты сегодняшнего учения на берегу реки Башик, где участвовали представители практически всех муниципальных предприятий и городской пожарно-спасательной службы. Подробности в нашем следующем сюжете. Ирина Мениханова – почтальон со стажем. Несколько раз в день переходит через Башик по дамбе. В паводок эта дорога закрыта. Пешком пройти невозможно. Машины переворачивает. Напор очень большой. Я попробовал один раз по этим тепловым трубам пролезть. Я думала, что я свалюсь и вернулась назад. Там на карачках. Поток огромный. Под дамбой две огромные трубы для пропуска воды. Их решили прочистить на этих учениях. Наша задача сегодня – реально посмотреть действия всех оперативных служб при возникновении каких-либо бестандартных ситуаций. Действия спасатели контролировали из воздуха. Сегодня первый раз в небо подняли дрон МЧС. В данном случае у нас он используется для мониторинга паводковых остановок, для мониторинга возможных очагов лесных пожаров. Две небольших речки внушают спасателям опасения. Это Башик и Кремневая. Они протекают в разных концах города и в половодье представляют реальную угрозу для людей и жилых построек. Техника находится в дежурном режиме. Имеется у нас АДС, которая в случае может выставить несколько насосов водооткачивающих большой производительности. Это второй этап. Первый прошел вчера. На нем действия отрабатывал общегородской противопаводковый штаб. А сегодня реальную нотку в учения внес застрявший экскаватор. По крутой дамбе он сполз в реку и вытаскивали его с помощью другой техники. Галина Кочерова, Андрей Подольский, Кирилл Горин. Вести. Магнитогорск. В Магнитогорске появились подснежники. Так автолюбители называют брошенные машины, которые есть практически в каждом дворе. Кроме того, кыши тех, про кого позабыли владельцы, встречаются и на центральных магистралях. Какими средствами могут с ними бороться дорожные службы и ГИБДД, узнала сегодня Анастасия Ишменева. Настоящих подснежников в черте города не найти. А эти – пожалуйста. С наступлением тепла из-под снега пробиваются цветастые крыши, разбитые стекла и проржавевшие местами кузовы. К таким весенним пейзажам большинство магнитогорцев привыкло. Мне, например, не мешает. Честно. Как и автолюбителю, и как горожанину. Машина как будто бы бесхозная. Мне жалко эту машину. Наверное, вон у нее стекло сломали, коли потом пленку заклеили. Ну, я по-другому ничего не могу сказать. Жалко. Зато не жаль владельцам и тем, кто пытается их найти. Дорожные службы сетуют. За эту снежную зиму устали бороться с брошенным металлоломом. Встречается и вполне презентабельное авто, превратившееся в сугроб. Чистить улицы приходится в обход, что значительно усложняет работу. А вот эвакуировать машину можно только, если она стоит под знаком «Остановка и стоянка запрещена». Поэтому приходится такие автомобили засыпать еще больше. Нет, машину специально, конечно же, никто не закапывает. Но мало того, что машина мешает заужение проезжей части, еще и снежный вал тоже гридерист. Он максимально близко старается, конечно, поджать к машине, но всегда старается не повредить машину. Сколько всего брошенных и сколько по весне заведутся и покинут насиженные кварталы, в ГИБДД сказать не могут. Сообщают лишь, что были случаи, когда такие транспортные средства переставляли, а потом владельцы подавали на инспектора в суд. А вот трогать железных коней, которые сковало не на проезжей части, а в кварталах не могут ни дорожные службы, ни сотрудники госавтоинспекции. Ведь это личная собственность. Единственный вариант, если такие автомобили мешают проезду скорой помощи, работе пожарных или сотрудников МЧС. И то, эвакуировать на штрафстоянку машину нельзя. Ее можно только передвинуть с одного места на другое. Анастасия Ишменева, Дмитрий Тедов, Вести, Магнитогорск. Взяла в долг одна, претензии предъявили всем соседям. И то не по месту жительства. Коллекторы изрисовали сразу два этажа в подъезде одного из домов на проспекте Ленина. По предварительным подсчетам ущерб составляет десятки тысяч рублей. В обстоятельствах дела на месте разбирался Игорь Балонин. Судя по всему, злоумышленники не поскупились на краску и подобрали достаточно стойкий материал. Ведь жители квартиры на первом этаже так и не смогли оттереть до конца следы фашистской свастики. С 20.11 вышла, с 15.11 зашла. Все было нормально, хорошо. Сын в 11.12 пришел, пошла работать. Говорит, мама, ты видела, что это? Победит. Жильцам дома злоумышленники оставили нехитрое послание. Разместили на дверях лифта фотографию женщины с оскорбительными надписями. Сама женщина призналась в интервью одному из информационных сайтов Магнитогорска, что действительно взяла в долг 400 тысяч у частного кредитора. Но на след ее вышли не коллекторы, а, по ее словам, настоящие бандиты. По словам соседей, в той самой 35-й квартире живут свекоры свекровь-должницы. Дома их застать не удалось. Тем не менее, заявление в полицию от пострадавших, а равно как и публикация нашего материала, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, обязана стать поводом к возбуждению уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или порча чужого имущества». Максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. Игорь Болонин, Кирилл Горин, Вести, Магнитогорск. Воспитали рецидивиста и пиромана. В Магнитогорске молодой мужчина обвиняется в уничтожении имущества, которое повлекло причинение значительного ущерба. Подозреваемый сжег баню. Расследование по данному делу завершено, его передали в суд. Что грозит тому, кто любит играть не только с огнем, но и с законом, расскажет наш корреспондент. 23-летний магнитогорец задал жару. Спалил баню, которая фактически являлась его собственной, хотя по документам принадлежала матери. В ноябре прошлого года в состоянии алкогольного опьянения парень сначала гонялся за собакой, пытался ее убить, после чего бабушка и дедушка, которые находились в доме, не пустили его, а отправили в баню проспаться. А он ее сжег. Ущерб составил 150 тысяч рублей. Молодой человек, 93-го года рождения, привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Спайс с правобережным судом города Магнитогорска был осужден. Получил наказание условно. Кроме того, в конце января прокуратура Дженкетского района направлялась уголовное дело в суд по угрозе убийством, которое он высказывал в отношении своей матери и бабушки. В настоящее время привлекается за умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб. По этой статье молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Если учитывать предыдущие судимости, то срок его может быть увеличен почти в два раза. Анастасия Ишменева, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Около 250 бездомных животных в год подбирают волонтеры с улиц Магнитогорска. Кошек и собак лечат и пытаются пристроить в добрые руки. Между тем, количество бесприютных неуклонно растет. Не спасает даже то, что в год по заявкам магнитогорцев спецавтохозяйство уничтожает до 800 собак. Что делать? Пути решения проблемы обсуждали сегодня зоозащитники. Никакой приют не избавит общество от бездомных животных. Проблему нужно решать по-другому, считают зоозащитники. Вся проблема в том, что у нас нет этого сознания. И все животные, которые не прижились по каким-то причинам, либо у человека началась аллергия, либо еще что-то, все это выкидывается на улицу. И все домашние животные становятся бездомными. Более того, в обществе становится нормой демонстрация насилия над животными. Это видео жительница Магнитогорска Динара Готра разместила на своей странице в социальной сети. Искупать кота в стиральной машинке – это, по мнению девушки, ее друга не издевательство, а наказание. Авторы видео резюмируют. Так будет со всеми, кто нам гадит. А прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку в отношении несовершеннолетних, которые стязали бездомных кошек. Животных пинали, поджигали и душили дети-дошкольники. Виной всему, уверены психологи, недостаток родительского внимания, когда ребенок черпает информацию только из телевизора и компьютера. Появились вот эти новые мультики «Том и Джерри», где с экрана телевизора показывали, как кот проезжает по терке, еще что-то. То есть, если даже ребенок увидел эти вещи, то есть, а что вы нельзя-нельзя, объяснить, почему. То есть, да, это картинка нарисованная, и нарисованному коту, наверное, не больно. Но животное-то, оно же живое. Повернуть людей к животным лицом можно, считают зоозащитники. К примеру, возродить в детских садах и начальной школе живой уголок. Информировать горожан, чем можно помочь. Иногда действительно нужно пару дней просто для животного там отмыть, привести в порядок и передать в добрые руки. Это не проблема. У нас столько много групп волонтеров, которые занимаются именно спасением животных, там подбирают с дороги сбитых животных, которым нужны операции, которым нужен уход. И если решили завести питомца, не обязательно его покупать. Можно взять бездомное животное. Именно для этого зоозащитники проводят специальную акцию. 20 марта в торговом центре «Дельфин» они предлагают выбрать себе хвостатого друга. Юлия Черешнева, Дмитрий Титов, Вести, Магнитогорск. Лед есть, а вот гарантии крепости нет. Сотрудники МЧС напоминают, рыбалка на водоемах области запрещена. С повышением температуры это стало опасно. Вместе со спасателями по хрупкому льду, напомните, об этом рыбакам отправилась и Ольга Беличенко. У кошки Аннушки сегодня будет настоящий пир. Дед Сергей свою любимицу окуньками да чебаками часто балует. Рыбак почти с 50-летним стажем говорит, зимнюю ловлю ни на что не променяет. Но рисковать жизнью ради рыбалки, уверен, уж точно не будет. Я не хожу уже, когда плохой лед и когда тонкий по весне. Уже не хожу. Сейчас безопасно. До конца марта будет безопасно. В районе казачьей переправы лед начал сходить еще в январе. А вот в заливах, в районе пляжа, где течения нет, его толщина достигает 80 сантиметров. Между тем, это отнюдь не гарантия безопасности. Лед в этих местах как слоеный пирог с водой и снегом. А все потому, что несколько раз то замерзал, то таял. Такая поверхность самая опасная, хрупкая. Здесь получается как залив. Лед еще какое-то время постоит. А на самом русле лед-то имеется, но он уже опасный. И для рыбаков рекомендую воздержаться и выходить на русло реки. В случае, если провалились под лед, то, как советуют спасатели, самое главное, не паниковать и позвать на помощь. И как можно быстрее постараться выбраться на лед самостоятельно, чтобы не было переохлаждения. Такие случаи минувшей зимой были. К счастью, трагедий удалось избежать. Так что лучше не рисковать. Но уж если охота пуще неволи, то спасатели советуют ловить рыбу только у берега. Правда, и это рыбацкое счастье продлится еще максимум неделю. Большая вода уже близко. Ольга Беличенко, Антон Грабарев, Вести, Магнитогорск. Металлург в финале конференции. Магнитогорцы завершили серию с Сибирью со счетом 4-1. Как сложился последний матч, расскажет Мария Дронина. Александр Салак в этом матче, наверное, как никогда раньше, нужен был Сибири. Но он расплачивался за свой горячий нрав. Новосибирск ворота доверил Никите Беспалову, который в сезоне на лед выходил нечасто. И это когда счет в серии 3-1. Металлург жаждал превратить его в 4-1. Эти цифры как нельзя кстати. Главный тренер Магнитки Илья Воробьев в этот вечер как раз разменял пятый десяток. Изначально к серии настраивались, что это реванш, это будет война и по-другому никак. Кому идти дальше, Металлург решил еще в первом периоде. Счет открыл Крис Ли. В большинстве от синей линии бросил именно тогда, когда сибирский вратарь был закрыт своим Мишариным и Магнитогорским ковыржем. Буквально через 3 минуты Чех подарил Мазякину шикарный пас. И капитан Металлурга красиво переиграл сибирского вратаря. Никита здорово играл. Конечно, вот этот гол в большинстве, точнее мы в меньшинстве пропустили, но он молодец, потаскивал нас. Здорово справился со своими обязанностями. Во втором периоде хоккеисты Металлурга всего 4 раза атаковали ворота Беспалова. Сибирь была настойчивее. В середине матча хозяева ошиблись при розыгрыше большинства. И Шелунов отправился на встречу с Кошечкиным. Она могла бы закончиться взятием ворот, если бы Нили успел вмешаться. Во втором начали прибавлять. Сами видели, Магнитка подустала. Моментов очень много было. Во втором периоде я насчитал, как это в кавычках, 100% моментов. Около 6. Забей 1-2. И совершенно по другой руслу шла бы игра. Андрей Скобелко в середине матча тасует звенья. Это приносит результат. В начале третьего периода Максим Шелунов опасно сыграл высокоподнятой клюшкой и отправился отбывать 4-х минутное удаление. Отдохнул и сократил отставание в счете. Вот он, казалось бы, шанс вернуться в игру. Но Металлург был другого мнения. Сам не забил, а Сибири больше не дал. 2-1 в матче, 4-1 в серии. Мария Друйна, Дмитрий Цитов, Вести Магнитогорск. В Челябинской области сняли ограничения движения на всех трассах. Погода стабилизировалась. Напомню, ограничение движения было введено в Кизильском, Картолинском и Брединском районах. В последнем его отменили только вчера. Сегодня открыты все дороги области. Это были Вести Магнитогорск в прямом эфире. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. А впереди вас ждет прогноз погоды. Увидимся завтра в это же время. Дмитрий Цитов, Вести Магнитогорск. Ночью 8, днем от 1 до 3 градусов ниже нуля.